МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я считаю себя счастливым человеком только лишь потому, что я могу быть, я позволяю себе быть, скажем так, такой, какая я есть. И я могу кому-то нравиться, кому-то не нравиться, кто-то меня может любить, кто-то меня может не любить. Это выбор каждого человека. Но при этом я оставляю за собой право, опять же, повторюсь, оставаться такой, какая я есть. У меня так сложилось, что очень большой такой опыт, скажем так. То есть много... Я не была спокойным, не была, еще раз повторяю, таким покладистом, белым, пушистым человеком, ребенком, совершенно нет. Но я абсолютно убеждена, я всегда в это верила, меня дала эта семья, эту веру в меня вложила. И я хочу просто этим поделиться, причем не только с детьми, но и со взрослыми людьми, что все казалось... Никогда они себе не говорили, что это невозможно. Все невозможно действительно становится возможным. Было бы желание. Иногда для того, чтобы реализовать эту возможность, да, это может не прийти завтра или через месяц, это может произойти через год, через два. Но вы же так, если вы это сильно хотите, это обязательно произойдет. Но произойдет ровно тогда, когда вы что-то будете делать. Потому что странно, когда мне говорят, что я хочу полететь в космос, я хочу стать космонавтом, но при этом человек за менями лежит на диване. Совершенно ничего не читая, не узнавая, не развиваясь в этом направлении, то есть не идет навстречу к своей мечте, скажем так. Хотя, опять же, вот даже слово мечта, я никогда не... Я не понимаю это слово, мечта для меня, но неконструктивно. Потому что мечта, ну да, можно лежать на диване и мечтать о чем-то. Я хочу машину или, не знаю, яхту, кто что хочет. Да, то есть для меня есть... Я сама для себя сделала, что мечта – это некие... Для меня удобное слово «цель». Это само слово, которое предполагает каким-то действием. То есть вот я хочу, ну да, условно говоря, предположим, я не знаю, там, остров. Хочу жить на острове. Вот что я должна делать? Ну для этого существуют какие-то шаги надо делать, да. А если просто мечтать, вот неплохо было бы, если бы у меня было бы, ну то есть вот как бы если вот в этой форме, ну да, можно ничего не делать, просто лежать там, не знаю, смотреть телевизор. И прекрасно. И прекрасно. А потом говорить, что у меня так просто не вышло, потому что родители не такие богатые, там еще что-то там не так сложилось, меня в школе обидели. Ну очень много есть всего. Но это всегда можно делать. Но это, мне кажется, очень просто. Вот так подняться над этим всем, подняться над этой суетой, над своей, скажем, не знаю, ленью или чем-то этой, и все-таки добиться чего-то. То есть, я не знаю, я когда-то просто мечтала быть на сцене, стоять на сцене. Я этого добилась. Я стою, чем у меня не было, чтобы там конкретно в каком-то зале, да. То есть вообще, в принципе, я хотела здесь вот смотреть мир и гастролировать, и быть и там, и там, и там. И это у меня получилось. Но у меня есть сейчас другие задачи, другие цели. Музыка – это вообще мое все абсолютно. И я, конечно, благодаря именно тому, что у меня появилась, в 7 лет у меня появилась семья, да, и то, что в 9 лет я вообще поняла, вообще немножко, ну, у меня, так сказать, подготовили, что такое музыка. И в 9 лет я начала заниматься саксофоном. Ну, тоже такая интересная история, потому что, знаете, некий такой вопреки, да, то есть. И, знаете, когда меня привели в музыкальную школу, вы сказали о том, что моей маме о том, что вы что, с ума сошли? Где вообще, где ты девочка, и где музыка? Ты вообще не возьми. Это вообще человек к музыке не имеет никакого отношения. Да, и в музыкальную школу меня вообще взяли условно. Ну, мне было все равно, у меня не было каких-то амбиций, и самое главное, что меня взяли. И в саксофон влюбилась я где-то спустя 2 или 3 месяца после того, как я начала вообще, в принципе, заниматься. Я просто играю. Я рассказываю то, что мне на сегодняшний момент кажется актуальным. Я просто делюсь с публикой. И, конечно, самое большое чудо вообще, что произошло со мной вот за 34 года, это то, что вот мое знакомство именно с саксофоном. Потому что это, конечно, перевернуло совершенно все. Всю жизнь. Абсолютно. Субтитры создавал DimaTorzok